Шел, упал, очнулся гипс. Фраза из знаменитой киноленты как нельзя лучше подходит к ситуации, которая вчера произошла с участковой медсестрой Ириной Шух. Однако, в отличие от героя бриллиантовой руки, девушке пришлось испытать настоящую боль. Диагноз – частичный надрыв ахиллова сухожилия с наложением гипса на месяц. Было два новорожденных вчера, обязательно надо было их посетить. Вышла на улицу скользко, машину не дают медсестрам, только докторам. Пошла домой переобуть, обувь сменить, обула кроссовки. Ну, как-то потихоньку пошла, не дошла. Ирина Шух – не единственная жертва ледового побоища, который сегодня можно наблюдать во дворах городского центра. Дети – люди среднего возраста, а чаще всего – старики. Скользкий лед не щадит никого. Только за этот месяц в травмпункт Брестской городской больницы скорой медицинской помощи обратилось 228 человек с гололедными травмами. То есть, это травмы, которые связаны с гололедом, подвернувшиеся во дворах, на улице. То есть, это не связано где-то там, катающиеся на льду и прочее. То есть, это связано с тем, что скользко ходить по тротуару или где-то во дворе или на крыльце. То есть, гололедные травмы. Там исключаются травмы, которые там кто-то у себя во дворе подвернул или там еще. То есть, это именно гололедные травмы. 228 из 1068 человек. Степень тяжести травм разная, начиная с обычных ушибов и заканчивая переломами и черепно-мозговыми травмами. И это неудивительно. Резкие перепады температуры превратили городские улицы в настоящий каток. Если большинство аллеи тротуаров коммунальщики освободить от наледи успели, то с дворовыми территориями ситуация не такая радужная. Прохожие то и дело балансируют, словно эквилибристы, преодолевая сбоем оледеневший участок тротуара. Вместе с ними пытаются овладеть равновесием и дворники, разбивая опасную корку. Регулярно очищаются все дворовые территории. То есть, у нас полностью укомплектован штат дворниками, за которыми закреплены конкретные участки. Ежедневная уборка производится по всем дворам. Но силами только дворников в данной ситуации не справятся. На помощь коммунальщикам, по мере сил и желания, можем прийти и мы, неравнодушные обречания. Но если все-таки вы нашли опасный участок и избежать падения не удалось, не стоит самостоятельно решать проблему. Самым верным будет обратиться в ближайший травмпункт, где доктор проведет осмотр и поставит диагноз. По словам врачей, часто бывает, что, на первый взгляд, незначительный ушиб может оказаться трещиной или того хуже, переломом. А в этой ситуации самолечение исключено.